всем привет с вами кекс и сегодня мы будем делать вот такой вот приколюшный тортик миньонов на самом деле ничего абсолютно сложного нет здесь проблема только в самом начале то есть ну даже не проблема самое сложное скажем здесь самом начале вообще поехали все расскажу по ходу собственно я здесь испекла два вот таких вот бисквита в диаметре 20 около 20 сантиметров на 6 яиц у меня была общая масса в одну я насыпала чуть больше в другую чуть поменьше чтоб с одной я могла сделать с одного кружавчика два коржа а с другого три то есть у меня будет довольно высокий тортик я его буду складывать без дополнительных подложек то есть это у меня будет слой на слой то есть абсолютно высокий сплошной торт вот бисквит рыхлый мягкий красивый нежный и пахнущий кто еще не видел этот бисквит посмотрите у меня видео вот я думаю вам тоже очень понравится всех получается собственно бисквит мы сделали бисквит мы разрезали следующее что нам нужно сделать это крем крем я буду здесь использовать пломбирный но я туда решила добавить немножко желатина поэтому видео немножко разжижился у меня когда добавляла желатин это у меня апельсиновое конфи я бы даже сказал больше конфитюра но и вот такой вот у меня карамельный соус я отдельно варила подробнее чуть-чуть расскажу попозже как и чего я это делала сейчас собственно просто у меня о том что сюда у меня обходит вот пропитка у меня здесь обычный сироп и немножечко ликера совсем капельку то есть у меня здесь был такой типа как не мандариновый не лимонный вот какой-то такой сплошной цитрусовый сироп поэтому даже я вам точно не скажу с праздников остался собственно все как всегда мы пропитываем наши коржи вот такую вот штуку я придумала я из картона скрутила вот такую высокую башенку на которую натянула пленку вокруг чтобы наша башенка вот это не намокала процессе нашего использования бисквиты я все свои пропитываю и складывать прямо в этой по своей башенке и в ней удобно мне будет поставить под пресс вот мне конечно не хватило немножко времени то есть у меня пришлось тортик собирать еще он такой у меня живенький был но вам советую подольше его постоять под прессом и чтобы он у вас какое-то время постоял холодильнике потому что так как торт высокий то есть ним проблематично вот собственно своей риской я поливаю сверху сколько вам нравится столько и поливайте и риску я варила может вы уже сталкивались наподобие как мы варили с вами карамельный крем точно также варю карамель только заливаю это сливками небольшим количеством и добавляю туда масло немножко и у получается вот такая вот и риска то есть посмотрите в там и в интернете куча рецептов я может как-нибудь тоже выложу такое видео если будет время вот это самое такое несложное в этом дальше просто пропитываем уже следующий коржик на него как всегда я уже рассказывала что я крем использую с двух сторон вы собственно по желанию то есть укладываем один на один следующая прослойка это у меня будет апельсиновая начинка апельсиновую начинку я тоже припускаю апельсин с мякотью и перекручиваю вначале режу апельсин на кусочки перекручиваю мясорубки без косточек и кожуры и добавляю туда немножко пектина варю такой как вареньюшко не сильно сладкая вот и получается такая густенькая у меня начинка очень ароматная и вкусная на очень пахнущий вот такая вот густая очень хорошо держится в тортике и сохраняет цвет очень красиво так что попробуйте очень интересно так можно с любыми фруктами делать у меня такое еще есть ежевичная малиновая то есть я с разных дворей ну типа вареньюшко такое делаю вот очень удобно с ним работать в качестве начинки так что еще бы хотела здесь сказать собственно тортик мы так сладом чередуя крем с начинкой вы используете любую начинку какая вам нравится я вот собрала свой тортик сверху я его остатками своей пленки накрываю и решила чтобы мне поменьше обрезать у меня же миньона верхушка полукруглая должна быть поэтому я накрываю вот такой вот полукруглой тарелкой это самая полукруглая что у меня нашлось поэтому собственно ищите ту которая вам понравится по округлости и наверх ставлю пресс и постоять немножко вы видите у меня немножко начал вылазить крем потому что он мне мало постоял я как могла выравнивала уже вот вы видите там немножко кривенько мне нужно обрезать вот так вот спереди где у вас будет период тут у нас будут глаза немножко срезайте что было ровненько и вот уже не перекрыла а нашим мне нужно вырезать верхушечку отдельно и боковушечку отдельно этот миньон хорош тем что у него повязка на уровне глаз и как раз на этом уровне у нас будет стык мастик чтобы мы не морочились голову не катали большой пласт и аккуратненько его не тянули не растягивая все делаю абсолютно с двух кусков без проблем то есть я раскатала приблизительно замерила какой мне кусок нужен от средины глаз как бы до затылка прикинула отмерила чем угодно отмеряйте хотя пальцами хоть линейка без разницы абсолютно вырезаю произвольно круг стараюсь конечно поровнее дальше мы просто будем стыковать с боковушкой это а сверху еще накроем повязочкой поэтому видно этого стыка у нас абсолютно не будет то есть это и вообще не проблема тортик мы слегка увлажняем кисточкой если у вас тортик был в морозилке там то вам этого делать не нужно у вас есть конденсат у меня же он очень быстро собирался поэтому у меня он увлажняется слегка кисточкой и укладываю запоминайте от середины глаз нам нужно сделать потому что повязка будет на средине глаз то есть от середины глаз до средины затылка у нас должно быть ровненькая такое полотно шкалеть вы видите у меня вон сбоку видно где ровнее у меня вот там вот у меня будут глаза там у меня срез и у меня там будут глаза не забудьте его сделать без этого среза не так удобно будет подцепить ровненько эти глаза они у вас будут смотреть и коситься в разные стороны это не будет не так красиво вот нам же надо туда еще такие здоровенные очечья прицепить так что учитывайте это выравниваем утюжком слегка тут как бы я думаю уже не нужно в 10 раз вам рассказывать вот я раскатала на боковушку такой вот длинный пласт сейчас с одной стороны просто я его прорезаю чтобы у меня была ровный стык а то что у меня с другой стороны я обрежу уже непосредственно на тортике сколько мне будет лишнего столько и обрежу вот водичка я уже увлажнила решила второй раз не показывать и начинаю сзади то есть противоположную сторону извините что все время головой встрию конечно вот по другому никак надо смотреть с другой стороны противоположной от глаз там у нас будет повязка и сзади на повязке будет как не шнурки концы от нашей повязки которые завязываются они и шовчик наш перекроют то есть нас ничего никаких швов ничего не будет видно то есть этот миньон этим очень мне нравится с ним очень хорошо работать и не надо никаких не заготовок ничего делать то есть с миньоном очень очень классно немножко мне приходится подрастягивать здесь мастику потому что не рассчитала и буквально вот пару сантиметров мне не хватило то есть я ножничками своими срезаю ненужное и пытаюсь остыковать наши концы но даже если там будет миллиметр у вас расхождение я же говорю у нас это все кончиками повязки перекроется то есть это вообще не проблема вот я немножко вот пытаюсь затереть хочу выровнять но это совершенно собственно не нужно вам вот выравниваем утюжочком проходимся по всему тортику как всегда как во всех тортиках без утюжка мы никуда вот не пытайтесь это сделать рукой так что смотрите в общем следующее что нам нужно сделать это мы придавливаем нижнюю мастику подложки тем самым будем утончать ее чтоб потом аккуратненько и ровно нам срезать и сильно не подправлять срезая обычная конечно за два раза вот ну здесь я очень 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 спешу поэтому срезая быстренько за один раз у меня благо ничего не поплыло даже если у меня и поплывет у меня внизу будет синие штанишки вы видите здесь немножко вымазалась я эти кусочки обрезаю остатки у меня пойдут на руки миньона на руки миньона и еще у нас будет банан так что на банан нам тоже нужно оставить маленький кусочек желтого вот вы видите здесь у нас такой стык конкретный я его даже не пыталась выровнять сделала вот такие вот глазища серая мастика белая желтая то есть сделала шарики разными вещами поэтому чем могла теме делала от рюмочек до насадок поэтому выкручивайтесь как можете и шоколадной мастики сделала вот такой вот вокруг ободочек и уже сбоку прицепила эти глазенки чтобы вот не захотя чтобы они у меня смотрели вот так вот можно взять глазенки по центру типа на штанишке нам нужно сделать вот такой вот кусочек длинный вокруг всего миньона я делаю это вот таким приспособлением можно сделать это зубочисткой видео девочки так делают и обкручиваем это вокруг потом я вырезала что-то похожее на квадрат и немножко сузила его и сделала вот такой как передник и кармашек к нему вы видите его прицепила так чтобы казалось что он свисает что он не полностью приклеен к миньону а что это свободный такой как комбинезон который отдельно от миньона абсолютно на глаз вырезала ему улыбку и прицепила белые такие штучки которые потом обрезала в уровень с улыбкой и язычок туда тоже пальчиками просто прищипнула мастику как мне нравилось и прицепила туда то есть никаких форм ничего не использовала улыбка тоже прицепилась у меня и туда куда просто влазила и так чтобы у меня мимика красивая была у миньона сейчас покажу как делать банан здесь вообще ничего сложного в этом банане но девочки у меня спрашивали в комментариях и под фото как этот банан вышел такой как прям настоящий вот собственно смотрите здесь абсолютно ничего сложного нужно сделать вот такой сам наш банан белый сам наш фрукт вот и сейчас раскатаю два вида мастик белую и желтую два пласта тоненьких не сильно толстых то есть в это время у меня еще я не успела сфотографировать и снять просто колбасками сделала миньону руки и точно из таких же полосочек как мы делали штанишки тоже простегивая этим же инструментом я сделала такие как накрест сзади соединяющиеся шлейки от нашего комбинезона вот ничего абсолютно сложного на руки отдела из шоколадной мастики очень быстрые такие как варушки с двумя ну один большой пальчик и одна сплошная рука и шоколадной же этой мастики сделала кусочки такие как на ноги как ботиночки такие тоже громоздкие не ничего не выделывалось у меня не было на это времени тортик надо было уже скоро отдавать вот увлажняем наш белый кусочек я здесь просто среза не нужно чтобы она нам не мешала вот и теперь нам нужно прокатать и чтобы соединились эти у нас мастики она стала немножко тоньше мне кажется она толстовато я так пальцами слегка придавила чтобы ничего не скользила у меня тесто раскатка вы раскатываете скалкой у кого нет и аккуратненько прижимая растягиваете как вам нужно я прикидываю высоту своего банана и абсолютно тоже от руки вырезаю 4 таких как лепестка что ли банана шкурки но мы обычно делим на какие шкурки вот такие вот длинные шкурки у нас получаются на такие шкурки мы делим наш кусочек который с одной стороны будет желтый с другой стороны будет белый ничего сложного подправляю свой бананчик он у меня немножко искривился вот вы видите белый желтый белый желтый увлажняю концы нашего банана которые у меня будут соединяться с фруктом и переходить в ножку и вот так вот соединяя до средины потому что остальные у нас будут раскручены соединяю и вот так просто спрессовываю ничего не подрезая ничего не это чтоб стыки еще было видно хорошо чтобы они как отдельно казались как горбики на банане поэтому ничего сильно не заглаживаю вот ножку чуть-чуть я срежу чтобы она длинная не было теперь мне нужно закрутить вот такие вот баранчики на банане чтобы она красиво было увлажняю водичкой кончики чтобы они хорошо у меня пристали и закручиваю слегка прижимая вот к основанию чтобы такие вот у нас стоять остались и собственно этот банан осталось только положить в руки моему миньону вот еще говорят что миньоны там с кексом очень красиво получается то есть можно сделать просто кексик вот или банан это кстати специальный заказ у детей обязательно миньон с бананом так что это очень оказывается важно вот что еще а еще хочу по-быстрому показать как делала я волосы ну волосы это вообще проще простого я взяла шоколадную мастику которую я вам тоже показывала как я делала шоколадную маршмеловую и я ее тоненько раскатывала от пламывая в маленькие шарики мастику перед этим я чуть-чуть положил в холодильник чтобы она тверже была или потом уже когда если вы долго раскатывали они у вас остались мягкие положите в холодильник зубочисткой прокалываю дырочки плюс шоколадной мастике в том что даже если вы продырявите шоколадный ганаш и попадете во влажный бисквит она практически не течет и не тает в этом ее большой плюс и я вот так вот просто втыкаю волосики слегка их прокручиваю хочу чтобы они у меня не просто торчали как у сумасшедшего немножко такие были интересные и закручены назад вот закручиваю мастика еще очень гибкая так что без проблем это делает вот можно увлажнить слегка вот эти вот дырочки можно этого не делать если вы довольно глубоко сажаете поэтому все смотрите и отталкивайтесь от того что вышло мне еще нужно где такие как пуговки на соединение мои шлейки миньона и сзади вот там где у меня есть перекрещение на спине у миньона и спереди где соединяются эти шлейки я сейчас покажу в общем где это нужно вот спереди вот тут на соединение я поставила вот и собственно нужно сзади еще поставить извините за трясущиеся руки очень быстро показываю потому что совершенно нет времени так хочу вам все показать потому что девочки спрашивают вот вы видите мягкая шоколадная мастика очень приятная такая на ощупь очень удобно с ней работать если кто боится и как всегда уже упакованы уже перед тем как выносить и хочу вам обязательно показать уже окончательный результат вон вы видите тапочки и ручки шоколадной мастики на скорую руку очень быстро прицепила вот у нас сзади наш комбез завязка которая перекрывает у нас никаких швов ничего не видно руки это просто у него колбаски у него ничего сложного с руками нет ему самое главное сумасшедшая такая интересная улыбка и большие глазенки то есть самое важное в миньоне это с вами был кекс пока пока подписывайтесь на канал люблю вас